Слава Богу! Халлелуя! В прекрасное время мы живем. Знаете, это очень важно осознавать действительно, в какое время мы живем. Потому что можно жить в самое прекрасное время и пропустить то, что Бог имеет для этого времени. Ничего не огорчало Иисуса больше, когда люди не определяли время, в которое Он решил посетить их. Он обличал фарисеев за то, что они не распознали время. Он также плакал, когда он видел, что люди не распознали время, когда Он пришел посетить. И то, что Бог делает в последнее время, да, мы можем радоваться, как многие американцы высказываются, Великая Победа произошла в Верховном Суду. И действительно, это, может быть, сохранит какие-то жизни, что люди не сделают аборт, а не сохранят какую-то жизнь. Но я думаю, Великая Победа это тогда, когда люди, которые хотели сделать аборт, их не какой-то закон, и они не сделали. Но когда приходит осуждение, приходит раскаяние от этого желания сделать это, когда приходит умиление, они начинают раскаиваться, каяться в том, что они хотели. И это действительно для Господа Великая Победа. Когда человек, желающий убить человека, он приходит в раскаянии перед Богом, он сокрушается перед Богом. И церковь, как никогда раньше, должна занять позицию молиться о том, чтобы пришел действительно, этот пришел дух покаяния на тех, которые желают это сделать. Знаете, люди могут иметь все законы на их стороне, но если Дух Святой будет работать с их сердцем, они никогда не сделают того, что они бы сделали. Потому что Дух Святой работает. Знаете, история о Илье, когда он, пророки Ваала, они пытаются свести огонь на жертву. Они там пляшут, режут себя, делают все, что они могут сделать. Целый день. И потом Слово Божие говорит, когда настал час вечерней жертвы, то Илья сказал, подойдите ко мне. Знаете, сегодня время приходит тогда, когда церковь должна встать в позицию. Знаете, в то время, когда Илья позвал те, которые были с ним, они начали выливать на жертвенник самое дорогое на то время, что у них было, это вода. То, о чем говорила, это ихняя жизнь, это ихнее будущее, это все то, что у них было, они выливали на жертвенник Божий. Я думаю, что время, в котором мы живем, это когда церковь должна прийти в момент вылить свою жизнь на жертвенник. Когда мы не будем анализировать, что будет дальше, но когда мы будем понимать, что наша жизнь, она в его руках. И мы изливаем, осознавая время, в котором мы живем, потому что час наступил вечерней жертвой. Приходит это время, когда мы, как церковь, мы должны осознавать, что то, что мы можем планировать, это хорошо, но то, что Бог желает от нас, может быть, мы сохраняли что-то для себя. А эти люди, которые, может быть, были с Ильей, они, может быть, задавали себе разные вопросы, что он делает, зачем он требует эту воду. Но Илья знал, что если не произойдет жертвы, не произойдет дождя, не произойдет Божьей славы, должно произойти жертва. И только тогда, когда излился огонь Божий, народ начал говорить, Господь есть Бог. Господь есть Бог. Знаете, сегодня люди могут говорить разное, но когда они видят огонь Божий, когда они видят славу Божью, они начинают понимать, что Господь есть Бог. Господь есть Бог. Знаете, я очень рад, действительно, когда ты видишь, что Бог что-то делает с молодыми сердцами. Но сегодня, может быть, я хочу говорить к старшему поколению. Потому что от старшего поколения очень много что зависит. И если мы думаем, что мы воспитали детей, мы вырастили детей, и на этом наша задача окончена, но если ты еще находишься на этой земле, твоя работа не закончена. Если Бог продлевает твою жизнь, она не закончена. Пророк говорит, что Бог в последнее время, Он обратит сердца отцов к детям и детей к отцам их. Знаете, логически было сказать, что дети это те, которые бунтуют, это дети, которые уходят из дома родителей, дети, которые хлопают дверью, это дети виноваты, и они должны прийти и каяться перед родителями. Но Бог говорит, что в последнее время я обращу сердца отцов к детям. Потому что если ребенок, он не увидит сердца отца, он никогда не поймет сердца небесного отца. Очень важно, чтобы дети, которые, может быть, бунтовали, дети, которые, может быть, на ваш взгляд, они не так ведут себя, как вы себя вели, когда вы были молоды. Но Бог желает, чтобы ваше сердце, оно было обращено к Ним. Потому что приходит время, где Бог, Он как никогда начнет объединять тело Христа, чтобы не прославить личность, но чтобы Его тело, оно было прославлено. Чтобы Его тело, оно было готово к встрече с женихом своим. И Бог что-то делает сегодня. И мы, как старшее поколение, мы должны быть внимательны, мы должны быть чувствительными к молодому поколению. Обращать внимание. Если мы не можем, мы должны как никогда молиться. Чтобы когда будет дуть дуновение, чтобы у нас не было преграды, что, о, я не так вижу пробуждение. Потому что пробуждение, которое, может быть, Бог желает сделать, оно совершенно будет отличаться от предыдущих пробуждений. Ну, если мы молимся, если мы ожидаем, то мы сможем распознать время, в котором мы живем. Я бы хотел, может быть, вкратце поделиться о том, что может служить препятствием в нашей жизни. История, всем нам известно, это Иисус, Он сидит на вечере с учениками, перед тем, как Ему уйти на страдания. И Он говорит такое слово Петру. И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Знаете, Иисус говорит, что сатана просил сеять. И Иисус не начал молиться о том, чтобы Бог остановил сатану. Он не начал молиться, чтобы этого не произошло, но Он молился о том, чтобы вера Петра, она не оскудела. Чтобы, проходя испытания, проходя тяжелые моменты, чтобы он продолжал верить. И до того момента, чтобы даже он смог помочь тем, которые также ослабели, чтобы он смог и их поднять. То есть мы видим, что Иисус, Он предупреждает, что да, ты пройдешь потрясение. Тебе это не будет нравиться, но ты пройдешь это, и Я молюсь, чтобы ты прошел достойно. Я молюсь, чтобы ты прошел достойно, также смог помочь другим. И знаете, как Петр отвечает? Он отвечал ему, Господи, с Тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. И мы знаем ответ Иисуса. И потом, когда уже взяли Иисуса, Его повели, взяв Его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. И вот это вот то, что очень часто мешает нам. Это следование за Иисусом издали. Быть на расстоянии или дистанции, как сейф, безопасной дистанции. Безопасной. Иисус однажды обратился к людям, которые следовали за Ним. Он говорит, если вы не берете креста своего и следуете за Мною, вы не достойны Меня. И здесь мы видим, Петр, он начинает следовать Иисусом, вроде бы с Иисусом, вроде бы все видит, но есть определенная дистанция, которая в Его глазах, она сохраняет Ему жизнь, она дает Ему какую-то безопасность. И Он находится на этом пути, следуя за Иисусом. И знаете, в жизни нашей очень часто случаются некоторые вещи, которые они случились, но они не случились за одну ночь. Где-то происходит эта дистанция, где-то происходят эти маленькие компромиссы, и потом мы начинаем видеть то, что мы видим в плачевной ситуации. Это очень интересно, как жизнь, она просто, просто пролетает. Было время, мы все, многие мои друзья, мы женились здесь, выходили замуж, принимали определенные решения, как мы будем следовать за Иисусом. И сейчас, когда уже ты находишься на молодежном кемпе, приезжает молодежь, и подходят к тебе молодые девчата, ребята, и начинают открываться, что их семья распалась. Ты думаешь, как? Мы же вместе вот в одной церкви женились. Что происходит? Определенная дистанция хождения за Иисусом, определенные компромиссы, которые были дозволены, приводят к определенному решению. И здесь написано, что когда они развели огонь среди двора, и сели вместе, сел и Петр между ними. Сел и Петр там. И когда уже между ними, когда произошла эта дистанция, сидит между ними, и когда стоит вопрос твоего, твоей позиции, твоего решения, он не в силах ответить то, что он должен ответить. Он не в силах постоять за свои убеждения. Он не в силах сказать то, что он буквально недавно говорил, что он готов на смерть. Он не в силах. Почему произошла дистанция, произошло неправильное общество. И сегодня мы живем во время, когда очень часто мы можем наблюдать, что церковь в какой-то мере, оно шло на дистанции от Иисуса. Мы придумали хорошие программы, мы придумали хорошие стратегии, и произошла вот эта дистанция не быть зависимым от Духа Святого. И когда приходит время постоять за определенные стандарты, встать на сторону святости, церковь не в состоянии очень часто это сделать. Потому что произошел компромисс. И очень часто определенные вещи начинают контролировать нас. А если я встану на эту сторону, то от меня отвернутся люди. От меня уйдут люди. И мы видим, что Петр, он отказывается. отказывается, то, что он ходил с Иисусом, отказывается, что он его знает, отказывается от своих стандартов. Но началось все с дистанции. римлянам, восьмая глава. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе и Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Я хотел бы сделать акцент на 4 стих. И в новом переводе написано, он очень похожий на английский перевод. Он сделал это для того, чтобы справедливые требования закона были исполнены в нас, живущих не по плоти, не по греховной природе, а по духу. Знаете, есть вот это справедливое требование закона, которое Бог дал, и Он желает, чтобы как никто эта церковь могла исполнить эти требования, справедливые требования закона. Потому что очень часто мы, может быть, пренебрегаем законом Божьим. Но закон, Павел говорит, это добрая вещь. Закон это то, что открывает, кто мы. Он не очищает человека, он просто открывает, кто мы. И сегодня мы, может быть, слышим проповеди, что да, закон это, мы выше закона, и это сто процентов, но закон это тот, который ведет нас ко Христу. И каждый из нас, может быть, мы на каком-то периоде, мы переживали вот этот вот закон в нашей жизни, который вел нас ко Христу. Когда ты ставил себе определенные вещи, ты говоришь, я буду молиться каждый день, и ты говоришь, два часа в день, и ты неделю помолился, на третью неделю ты вообще забываешь, что ты делал это, решение принимал, и ты создаешь новый закон, новый закон, и в конце концов ты начинаешь просто разочаровываться в себе, и ты понимаешь, что если Он не даст тебе благодать молиться, ты не сможешь молиться, это не от тебя, это Бог тебе дает. И этим самым законом он ведет тебя ко Христу. И здесь Павел говорит, что есть справедливое требование закона, которое мы можем исполнить только тогда, когда мы живем не по плоти, но по духу. И что же это за требование, что же Бог желает от нас увидеть? Потому что Он говорит, если мы живем по плоти, то мы Богу угодить не можем, а если мы исполняем, то тогда мы угождаем Богу. И я думаю, что каждый из нас, мы желаем угождать Богу. Мы желаем, чтобы Бог был довольный нами. Мы желаем, чтобы, когда мы придем в вечность, чтобы Господь сказал, добрый и верный раб, вводи в радость Господина Твоего. Мы желаем это видеть. Но есть определенные вещи, которые Бог желает от нас увидеть. И это, чтобы ты и я мы исполнили вот это требование закона. И что же это есть? Я хотел бы прочитать это Римлянам 13 глава. Восьмой стих. «Не оставайтесь должниками никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполняет закон». Любящий другого исполняет закон. «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Иисус говорит юноше, когда речь шла о законе, Он говорит, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях весь закон созиждется. В английской Библии написано, висит весь закон на вот этих двух заповедях «Любить Господа и любить ближнего». И здесь Павел говорит, «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. так поступая, зная, что наступил час, приходит это время. Знаете, в моей жизни был момент, где все мои решения, они зависели от определенных чувств. кто-то красиво сказал, меня зацепило, я принимаю решение. И это в какой-то мере хорошо, правильно. Я пережил мурашки по коже, окей, это значит Господь, надо принимать вот это решение. Но есть слово, и жить по духу или по плоти, это зависит от нас. И очень часто там чувства вообще не стоят даже рядом, там просто стоит твоя жизнь. Твоя жизнь, как ты живешь, что ты делаешь. На этой неделе мы вернулись с Сакраментой, мы были на похоронах у Евгения Дубровского. И интересно, кто-то заметил такую вещь, что как бы шло это прощальное служение, люди выходили, пастыря выходили, видео показывали, и кто-то обратил внимание, говорит, заметили, что никто не цитирует его красивых проповедей, что он хорошо проповедовал. Никто не цитирует, но все обращают внимание, как он прожил, что он им сказал, что он для них сделал. Наша жизнь, она сфокусирована только на вот этой презентации в церкви. А что происходит за церковью? Мы просто живем своей жизнью. Мы просто исполняем свои желания, достигаем свои цели, зарабатываем финансы, и когда мы приходим в церковь, мы знаем, как себя вести. Но жизнь по духу, она зависит каждый день, насколько ты подчиняешь себя духу святому, насколько ты действительно внимательный. Иисус говорит, что вы говорите еще четыре месяца, и наступит жатва, а я говорю это сейчас. Если вы открываете свои глаза, если вы видите, если вы начинаете обращать внимание на определенные вещи, то вы начинаете видеть, что оказывается, Бог желает соприкоснуть тебя с определенными людьми, Бог открывает двери для определенных вещей, и это Бог делает. Но наша зависимость, наше хождение по духу, оно зависит, насколько мы сохраняем вот эту дистанцию близости хождения с Ним, насколько мы идем вместе с Ним, потому что если между нами образуется дистанция, мы никогда не способны положить себя на алтарь. Это будет очень больно нам, это будет нелогично нам, это будет совершенно неправильно, и мы будем иметь все христианские оправдания, которые можно придумать. Но наше хождение с Ним, когда мы живем по духу, когда там нету дистанции между мной и им, мы способны делать определенные решения. Два моих сына, они играют в футбол в команде, оба они играют, и как только они поступили в команду, они начали играть, жена моя говорит, может быть, тебе надо записаться на тренера online, уже какой тренер тут отъел, уже все, ну, я не пропускал игр, я был там, я это самое, возил их на эти игры, на тренировки, там, и потом так получилось, что у старшего сына тренер не мог, и он написал, сможешь, ну, уже как бы, уже куда, куда это самое, да, смогу, походил с ним на несколько, там, посмотрел, все как, там, как строить стратегию, ну, интересно, что внутри, я говорю, нет, зачем оно мне сейчас это надо, я занят, работаю, то, то еще это игра, как бы, вообще мне это неинтересно, прихожу на игру, тренера уже нету, я с командой, мы идем, и сворачивается предыдущая команда, которые играли до этого, и сворачивается женщина, которая тренировала девчат, и знаете, вот есть внешность, которая говорит полностью, кто она, вот, ты понимаешь, что это не той ориентации человек, и я встречаюсь с ней взглядом, встречаюсь с ней взглядом, и я понимаю, кто она, и внутри я себе думаю, а как она здесь вообще, с маленькими детьми, что она здесь делает, и внутри я понимаю, Дух Святой говорит, может, ты не хочешь, очень часто мы думаем, окей, ну, это такое дело, что не для меня сейчас, а может быть, это возможность тебе с кем-то просто познакомиться, просто пообщаться, и насколько очень часто мы себя ограждаем такой вот безопасной категорией людей, что это меня не касается, как там в русской посольстве, моя хата с краю, что, что там происходит в мире, кто занимается с детьми, кто что делает, мне это все равно, и я не говорю сейчас о том, чтобы сейчас все мы записались в тренеры и пошли тренировать детей, я не это, я говорю о том, чтобы мы были внимательны, что вообще Дух Святой хочет делать для нас, и что Он для нас открывает, какие возможности, что нам делать, и где Он хочет употребить каждого из нас, потому что не всегда это будет церковь, не всегда это будет платформа, не всегда это будет толпы людей, недавно пастор на первом потоке проповедовал слово это, что Бог умер за душу, Он умер за душу, и за каждой душой есть целое пробуждение, и тогда, когда Иисус сказал ученикам, что вы говорите еще четыре месяца, а я говорю, что сейчас уже жатва наступила, и для Него жатва была эта женщина, с которой Он беседовал у колодца, но за женщиной стоял целый город, и мы не знаем, с кем Бог желает нас соприкоснуть там, за пределами этой церкви, мы не знаем, что Бог ложит нам на сердце для кого-то послужить, мы не знаем, что за этим стоит, только Бог знает, но все, что Он желает видеть от нас, это послушание, потому что хождение в Духе, хождение по Духу, это наше послушание Духу Святому. Можно много философствовать, можно много говорить, распределять разные стратегии, как мы будем спасать людей, а можно просто говорить, Господь, я хочу взять ответственность за душу, и я хочу быть чувствительным к тому, что Ты желаешь, чтобы я сделал для тех, которые окружают меня. и тогда мы ждем, может быть, чтобы действительно с первой нашей встречи, с первой нашей беседы человек покаялся, а он просто, может быть, хочет, чтобы Ты его выслушал, все его проблемы, он, может быть, хочет увидеть, насколько Ты внимательен к тому, через что они проходят. И сегодня я бы хотел закончить, и мы будем молиться тем, чтобы действительно между нами не было никакой дистанции, между мной и Иисусом, чтобы не было дистанции, чтобы мы были вместе с Ним, и чтобы мы распознавали время, в которое мы живем. Павел говорит, ныне настал час пробудиться. Пробудиться. Это твоя и моя ответственность, осознать время, в которое мы живем. А когда мы осознаем это время, когда мы приносим себя в жертву, то тогда Он изливает огонь. И когда Он изливает огонь, Он начинает прославляться. И люди окружающие, они начинают говорить, Господь есть Бог, Господь есть Бог. В тот момент они не прославляли Илью, они не прославляли людей, которые выливали всю последнюю воду на жертвенник, они прославляли Господа. И я думаю, Бог подводит нас к тому моменту, чтобы нас меньше всего волновал вопрос, а что о нас скажут люди? Пусть нас волнует вопрос, что скажет Господь о нас? Что Он сегодня говорит о нас? Знаете, в Откровении мы читаем, что некоторых, Он говорит, ты думаешь, можно думать одно, а Господь видит совершенно по-другому. И пусть то, что Он думает о нас, оно действительно будет истинно, что мы следуем за Ним, что мы посвящаем свою жизнь Ему, еще и еще осознавая время, в котором мы живем. Аминь. Давайте мы встанем. Халлелуя. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты реальный Господь в нашей жизни, спасающий, исцеляющий, освобождающий. Ты есть Бог все во всем. Ты есть Господь через всех, Господь. Ты есть Тот, Который держит все в своей руке. Ты держишь наши жизни, Ты держишь наши семьи, Господь. Ты держишь эту церковь. Господь, Ты определил нас в этом городе. Ты определил нас в этом штате. Господь, для этого времени, Господь, Ты определил нас. И сегодня наша молитва к Тебе, Господь, чтобы мы были внимательны, чувствительны, Господь, чтобы мы слышали Твой голос, чтобы мы определяли время, в котором мы живем, Господь, и чтобы мы делали то, что Ты желаешь, чтобы мы сделали в этот участок времени, который Ты уделяешь нам. Господь, и сейчас я благословляю каждого человека на этом месте, Каждого, кто пришел на это место Чтобы Ты восполнил все нужды Чтобы Ты, Господь, мог работать с каждым из нас Господь, мы предоставляем себя Тебе, Господь Еще и еще, Господь, возьми нас Употребляй нас, Господь, для Твоей славы Господь, пусть не нам, но Твоему имени Будет слава, Господь Веди нас глубже, Господь, в следовании за Тобой Чтоб мы всегда на всяком месте были готовы Полагать свою жизнь Чтоб мы готовы были принимать правильные решения Господь, чтобы, как апостол Павел Чтоб мы не советовались с плотью и кровью Господь, но мы чтоб следовали за Тобой Во имя Иисуса Во имя Иисуса мы благословляем друг друга И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты Начитое дело в нас Ты совершишь его до конца, Господь Ты будешь прославлен Ты будешь возвеличен, Господь Мы благодарим Тебя за то, что Ты спас нас Ты оправдал нас именно в это время И мы воздаем Тебе славу, Господь И мы ожидаем от Тебя, Господь, Твоего движения Мы ожидаем, Господь, Твоей славы Господь, мы не хотим успокоиться на достигнутом Но мы хотим простираться вперед Мы хотим стремиться идти дальше за Тобою Во имя Иисуса Мы отдаем Тебе всю славу Аллалюя Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!